Меня зовут Стридинина Виолетта. Мой супруг Бобришов Александр несколько лет работал водителем междугороднего пассажирского автобуса. За все время своей работы никогда не был участником ДТП. 11 июня 2021 года в Каширском районе Воронежской области на автодороге Воронеж-Новоронеж произошло ДТП. С участием автомобиля Ситроен, которым управлял мой муж, совершавший очередной пассажирский рейс. И грузовым автомобилем МАН, принадлежавшим сети магазинов Магнит. В результате данного ДТП двое пассажиров, находящихся в автомобиле моего мужа, погибли. Двое получили тяжкий вред здоровью. Перекресток, на котором произошло ДТП, является нерегулируемым Т-образным перекрестком, представляющим собой однополосное движение в каждую сторону. Для водителя, движущегося со стороны Острогорска в сторону Нового Воронежа, в данном случае на который и двигался грузовой автомобиль МАН, предназначена полоса торможения съезда для поворота направо на второстепенную дорогу по дугообразной траектории, выделена сплошной разметкой с разграничением потоков острого безопасности. Мой супруг двигался со стороны Воронежа, совершая поворот налево в сторону Нового Воронежа. При этом единственной встречной для него автомобилем был автомобиль КАМАЗ, который двигался в полосе встречного движения. КАМАЗ находился на таком расстоянии, которое позволяло моему супругу без помех совершить поворот налево. В свою очередь автомобиль МАН, который двигался справа от автомобиля КАМАЗ, вместо того, чтобы продолжить движение направо, как того требовала траектория его дорожной разметки, продолжил движение прямо, пересекая островок безопасности в нарушении дорожной разметки. Пересекая островок безопасности, произошло столкновение. Удар пришелся на правую заднюю часть автомобиля моего мужа в район правого заднего колеса, правой передней частью автомобиля МАН. Данные ДТП были зафиксированы видеорегистратором, установленным в автомобиле моего мужа. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данном ДТП единственным виновным признали моего супруга. 28 февраля Каширским районным судом Воронежской области был вынесен приговор, в соответствии с которым моему супругу было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. 8 июня 1923 года была рассмотрена апелляционная жалоба Воронежским областным судом. Однако решение Каширского суда было оставлено без изменения. В ходе предварительного следствия судом было установлено, что грозовой автомобиль МАН двигался в нарушении дорожной разметки, что и привело к столкновению автомобилей. Однако, несмотря на то, что водитель МАН двигался по траектории движения, по которой ему было вовсе запрещено, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Ситроин, виновным признали моего мужа, указав, что мой супруг не уступил дорогу автомобилю, движущемуся во встречном для него направлении, то есть нарушил пункт 13.12 правил дорожного движения Российской Федерации, а именно не пропустил автомобиль, имеющий перед ним преимущество. Следует отметить, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу был установлен факт того, что водитель автомобиля МАН двигался по запрещающей ему траектории, тем самым нарушив разметку 1.2-1.16.2 правил дорожного движения Российской Федерации. А следовательно, данный автомобиль не имел и не мог иметь преимущества на дороге. Мой супруг не должен был уступать ему дорогу. Вопреки всему этому, все равно моего мужа признали виновным в совершении данного дорожного транспортного происшествия, а оценка действием водителем вовсе не была дана. То есть они посчитали, что он не виновен. Но самое интересное, что в 2020 году Верховный суд Российской Федерации в постановлении пленума разъяснил, что водитель транспортного средства, нарушивший правила дорожного движения, двигающийся по траектории движения, по которой не допускается, не имеет преимущественного права проезда, и у других водителей отсутствует обязанность уступать ему дорогу. Иными словами, водитель автомобиля МАН нарушил требования дорожной разметки и выехал на участок дороги, движение по которой ему было запрещено. Следовательно, мой муж не обязан был уступать дорогу данному автомобилю. При этом стоит отметить, что водитель автомобиля МАН двигался по той траектории, которая указывала, что он должен был повернуть только направо. Несмотря на наличие четко определенных позиций Верховного суда и органами предварительного следствия, и судами, которые рассматривали данное дело, позиция Верховного суда была полностью проигнорирована, в результате чего моего мужа признали виновным. А водитель автомобиля МАН вовсе не понес никакого наказания. В данный момент нами подготовлена касационная жалоба. Мы будем обжаловать приговор до Верховного суда. Надеемся на справедливость, здравый смысл. А самое главное, что закон будет на нашей стороне. Мы считаем, что данное ДТП произошло в нарушении правил дорожного движения грузового автомобиля МАН, который выехал на траекторию автодороги, по которой движение ему было запрещено.